Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах, которые у меня появились в этом году. Году 2018. Какие-то мне подарили ароматы, какие-то я сама себе покупала. И это как бы такой своеобразный парфюмерный итог этого года. У меня появилось 28 ароматов. Среди них 3 флакона по 10 мл. Но я их все равно считаю за полноценные флаконы. 10 мл – это больше, чем достаточно, чтобы понять аромат. Понять, нужен ли он тебе в большем объеме. 50, 30, 100 мл. И так далее. Расскажу вам, покажу, что понравилось, что не очень. И давайте начнем. Первым моим ароматом в этом году, в 2018 в уходящем, был аромат Map of the Heart V6. Это был подарок на Новый год от моего мужа. Классный аромат австралийского бренда. Очень необычный флакон. Мне безумно нравится. Для меня это как произведение искусства. Кто-то писал, что фу, как отвратительно. Не знаю. Мне нравится. Красивое сердце. Бывают разных цветов. В общем, каждый аромат – это разный цвет сердца. И они несут в себе разные посылы, разные эмоции. Вот у меня наркотическое сердце розовое. Здесь нарцисс и табак, я слышу. Очень ярко. Безусловный фаворит. Очень его люблю. Именно в жаркий климат, в жару, в лето. Великолепно раскрывается. Если вдруг у вас есть возможность познакомиться с этим домом, познакомьтесь. Не пожалеете. Дальше. Еще одно сердце, уже другое, космическое. Это Мюглер Аура. Мне он сразу понравился. С первого вздоха в магазине я поняла, что мне нужен этот аромат. Классный, классный. Я давно уже ждала новинку от Мюглера. В свое время у меня был Angel от Thierry, тогда еще Мюглер компании. И вот сейчас, наконец, я дождалась чего-то другого, нового. И это Аура. Обожаю. Обожаю эту такую космическую ваниль. Классный. Аромат очень классный. А следующий аромат, который у меня появился, это не новинка, это не что-то такое нишевое и редкое. Это Жадор от Dior в концентрации Eau de Parfum. Вот столько у меня уже его израсходовано. Это был подарок на День всех влюбленных. Безусловный, как бы, безусловный представитель классики уже, мне кажется, люкса, люксовый. Это Жадор Dior, белоцветочный букет. Очень такой яркий, очень такой современный. В то же время всем подойдет абсолютно под любой возраст, под любое настроение, под любые обстоятельства, куда бы ты его ни надела, он везде будет уместен. Обожаю. Обожаю Жадор. Не знаю, как все еще это время у меня его не было. Знаете, я как-то его обходила стороной. Не знаю почему. Дальше ко мне вернулась Дюна от Christian Dior, опять-таки в концентрации Eau de Toilet. Она у меня была, как я уже говорила в предыдущем видео, еще со школы. Моя мама пользовалась этим ароматом. И вот я его до сих пор люблю, ценю, храню, обожаю. Dior, Duna — это тоже классика уже. Дальше у меня появилась Coco Mademoiselle от Chanel. И это не то, что нет, это не резервное зачарование, просто я поняла, что этот аромат не мое. Мы обменялись с ним, с подругой. В общем, поменялись, короче. Я ей дала аромат, который я не носила. Она дала мне аромат, который она не носила. Это оказалось Coco Mademoiselle. Безусловно, красавица Coco Mademoiselle. Но вот у меня есть Coco Noir. Для меня она больше, представляет большую какую-то, вызывает больше эмоций. Здесь очень такой правильный, красивейший, безусловно, украсит вас в любых ситуациях, в любом вообще обществе аромат. Ну, не знаю, то ли в силу его популярности, то ли еще что-то. Вот я могу идти и слышать этот аромат на каждой третьей девушке в большом шоппинг-центре. Он очень-очень популярный. Здесь в Сиднее из представителей Chanel. Вот Coco Mademoiselle один из самых популярных. Не знаю, он, когда я его ношу, я люблю, когда аромат раскрывается на мне, когда происходит какая-то история. Я люблю его обонять и понимать, как он видоизменяется. Здесь ничего такого не происходит. То есть, не знаю. В общем, как-то вот она меня не поразила. Хотя, конечно, это безусловная красота. Следующий аромат, который у меня появился, это Arsene Lupin от компании Guerlain. В Guerlain была такая серия ароматов, посвященных разным личностям. И вот Arsene Lupin, это такой французский авантюрист. Этот аромат мне подарил наш друг, когда мы у него были в Гонконге в гостях. Потрясающе. Потрясающий ладанный, дымный мужской аромат. Ну, на самом деле, слушайте, я его с удовольствием ношу. Носила зимой нашей, когда было... Ну, конечно, у нас снега нет, но когда было так прохладненько, он великолепен. Он великолепен. Спасибо еще раз моему другу, что он мне его подарил. Следующие два аромата, безусловные, которые у меня... Безусловные, любимые. И вообще, парфюмерный дом Фредерик Маля, это один из самых моих любимых домов. Portrait of a Lady и Music for a While. 10 мл. У меня такие вот маленькие патроны. Music for a While вообще для меня открытием стал. Я раньше не пользовалась ароматом с нотой... Ну, как-то они меня не прельщали, что ли, не притягивали. Ароматы с нотой лаванды. А здесь эта нота очень яркая. Здесь лаванда и ананас заявлены в композиции. Но я слышу больше лаванду, больше таких специй, больше чистоты. И здесь, вы знаете, вот я писала, когда первый раз его только понюхала, мне показалось, что это вот такой старинный особняк, где-то английский, будем говорить, да, дубовые вот красивые шкафы. И там сложены льняные простыни, такие вот, ну, как отглаженные, красивые, там, с вышивками, вензелями этих инициалов хозяев этого дома, да. И вот эти простыни, они проложены между ними веточки лаванды для аромата. И вот для меня этот аромат пахнет чем-то таким классическим, спокойным. Ну, он прекрасен. Он прекрасен, Music for a while, красивый фужер. Фужер, кстати, фужеров у меня еще, ну, у меня очень мало фужерных ароматов. Вот этот один из них и один из самых пока запоминающихся и любимых. А Portrait of a Lady я, мне кажется, уже всем вообще протрещала об этом аромате. Я постоянно и в Инстаграм выкладываю, вот, Portrait of a Lady. Он, ну, он просто, он потрясающий. И для меня это вот просто женщина с большой буквы, аромат, вот, когда тебе нужны какие-то внутренние крылья, да, когда тебе нужна какая-то уверенность в себе, он тебе ее придает просто на раз, два, три. Достаточно одного пшика и все. Ты весь в облаке вот этой прекрасной специевой розы. В начале ее не очень слышно, но если вы подождете уже, когда она уходит в базу, там уже появляется такая роскошная бархатистая роза. Прекрасный аромат Portrait of a Lady от Фредерика Мали стал вот для меня открытием. Ну, хотя, кстати, я его и в том году знала. Не, он не стал открытием этого года. Открытием стал Music for a while. Music for a while Фредерик Мали – это просто бомба. Следующий аромат, который у меня появился уже на день рождения, мне подарила моя подруга – это Bayreda Blanche. Тоже я его давно хотела. У компании Bayreda мне она нравится. Мне она нравится чисто визуально. Мне нравится дизайн флаконов, дизайн коробок, дизайн, ну, всего-всего-всего. Очень классно продумано, минималистично, красиво, стильно. Я люблю такое. И вот Blanche для меня был, ну, был и остается, наверное, самым любимым у марки этой. Это аромат чистоты. Самый-самый, что ни на есть чистый, чистейший до хруста аромат в моей вообще коллекции. Это чистота. Такая вот, я уже говорила, чистота, вы знаете, я помню, в детстве моя бабушка сушила простыни. На балконе зимой, мороз. И когда она их заносила уже досушиваться дома, они были вот прям такие, ну, как картон, их можно было ставить. Но они пропитывались вот этим морозным запахом. И вот этот запах, я не знаю, как это вот у меня сложилось, вот этот пазл, этот запах вот у меня Blanche. Также он пахнет для меня, не брызгами, а вот когда шампанское сухое открывается, такое хорошее французское, вот этот вот дымок, когда идет, тоже есть. Следующее тоже, мое открытие, моя просто любовь, опять, Фредерик Маль и аромат Дрис Ван Ноттен для Фредерика Маля. Посмотрите, сколько я уже срасходовала, это 50 миллилитров у меня. Я к нему подходила позапрошлым еще году, не раз, и как-то, ну, мне он совершенно не цеплялся, совершенно не нравился, как-то я так фыркала и что-то другое предпочитала ему. Но вот потом как-то все срослось, и я купила себе вот такой же вот патрон 10 миллилитров, израсходовала его за неделю. И все, я поняла, что мне он нужен, срочно, и взяла себе вот 50 миллилитров, которые тоже уже почти половина. Бесподобный специевый сандал с шоколадью. Я не знаю, в базе там реальные ноты какао, я слышу, но он необыкновенный. Его сложно описать, он вот такой вот бархатистый, золотистый, как такая парча. Знаете, парча или бархатное золотое платье, вот он вас окутывает, невероятно, просто невероятно. Обожаю его. Так, давайте уже расскажу вам, сделаю немножечко перерыв, о двух брендах парфюмерных, которые меня поразили в этом году. Первый парфюмерный бренд, который меня поразил в самое сердце, это Лелаба. Лелаба у меня уже были к нему тоже подходы, я нюхала много ароматов, и как-то вот, ну, слушайте, всему свое время. Видимо, в этом году пришло мое время. Первым я приобрела набор вот такой большой, вот здесь он у меня стоит, но на нем уже стоят флаконы, поэтому не буду его трогать. Со всеми пробниками ароматов, и вот из этого набора я поняла, что мне нужен Иланг 49, который у меня появился где-то месяца два назад. Тоже уже достаточно много им пользуюсь. Это бесподобный, это бесподобный Иланг. Опять-таки, концепция бренда мне очень близка, мне нравится минимализм упаковок, мне нравится, как они себя позиционируют, мне нравится посмотреть на фото. У нас нет такого бутика, Лелаба еще в Сиднее, в Австралии. Ну, какие красивые там у них магазины, я, конечно, мечтаю побывать в них когда-нибудь. Но пока вот довольствуюсь своими ароматами. Иланг 49, просто великолепный аромат для всех любителей Иланга. И вот недавно у меня появился аромат Тонко 25, это их новинка. Мне посчастливилось взять тестер, недорого. Вот так вот он выглядит, Тонко 25. Это аромат новинка от Лелаба. И это, я сейчас в нем почти каждый день, и не могу им надышаться. Вот хочется вот так взять и вдыхать его, вдыхать, 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 потому что это потрясающее что-то. Здесь мускус, здесь мед, вот Тонко, Бабы Тонко, они дают здесь именно медовость. И медовость здесь такая, как, знаете, гречишный мед. В России я помню, мы часто покупали самый мой любимый, такой густой гречишный мед, темный. И вот я слышу здесь этот гречишный мед, слышу здесь мускус, слышу здесь кедр. Ну вот он представлен в пирамиде, и все вместе, это просто, это потрясающе. Это вот аромат для меня олицетворения красоты. Вот серьезно, не потому что это моя новинка сейчас, вот я так говорю. Он реально, в нем все так срослось. Это красота, это красиво. Вот для меня красиво Бакаран, например, Бакараруш от Киркеджана. Хотя иногда, красиво иногда не очень, но в целом, сколько я вот ее на себя наносила и ходила в нем, это красота. И вот здесь такая же красота, безоговорочная, безусловная, вот для меня. Так что рекомендую попробовать. Этот вот бренд стал открытием реально для меня в этом году. Следующее, что у меня появилось, это Estee Lauder White Linen аромат. Мне подарила подруга на день рождения. Он тоже отсылает нас к ароматам о чистоте. Но здесь, знаете, я больше слышу такой утюг. Нагретый, такой вот, который пар дает, утюг, когда вы отпариваете что-то. Горячий, острый, специевый и ладанный. Вот я тут слышу очень яркий ладан. Классный, очень необычный аромат. Вот, знаете, это уже как бы классика считается от Estee Lauder. Аромат уже довольно-таки старый. Но звучит современно, звучит ультра как-то модно, необычно. И знаете, если его красиво обыграть, там как-то, знаете, какие-нибудь классические брюки или джинсы, белая рубашка. Ну, это как бы такой образ, да, предсказуемый, но тем не менее, если вот так вот вы любите одеваться, какие-то минималистичные украшения, вот этот аромат, он просто вот дополняет всю картину на 100%. Очень красивый, советую, если вдруг кто-то не знаком с ним. Дальше у меня появилось два аромата от Сержа Лютанса. Это Den De Laid, молочный зуб. И вот недавно у меня появился Nude de Cellophane, «Целлофановая ночь». Это новое издание, новое издание, 50 миллилитров, вот такие флаконы, прикольные. Прикольный дизайн, мне нравится. Den De Laid, это вообще, это прекрасный аромат в духе Сержа Лютанса. Необычный, цепляющий, вызывающий какие-то эмоции в нас, воспоминания, выдергивающий нас из нашей как бы повседневной жизни куда-то вот в прошлое. У меня вот случился такой скачок в прошлое, потому что он мне напомнил реально вот какой-то мои школьные годы, капель, капель вот весеннюю. Я вот помню вот этот запах весны. Запах весны в России, здесь такого нет, конечно, когда тает снег, когда первое солнце, все там пробуждается, природа, почки, не знаю, птички, ну, так далее, да. Вот это для меня пахнет вот так, молочный зуб. Великолепный, великолепный, тоже смело могу назвать его открытием для меня этого года. Дальше у меня появился нюдоцеллофан. Нюдоцеллофан я знала до этого, но у меня не было возможности его разносить на себе. Я как бы вдыхала его в магазине. Да, все прекрасно, приятно, ярко, сочно, цветочно. И вот он у меня появился чудесным образом. И хочу сказать, что, к сожалению, это разочарование у меня случилось такое. Первый раз-то в моей коже он зазвучал очень красиво. Я была дома, не знаю, буквально пару намазов делала им. Намазов именно. Я поняла, что в спрее вот этот аромат для меня работает не очень. Пара намазов. Это был такой жасмин цветущий, медовый, очень сладкий. Я подумала, о, как классно, как раз у нас сейчас так лето, начало. Вот из флакона пахнет обворожительно. Просто обворожительно. И на следующий день я пошла на работу, нанесла его щедро. И все. Я работала, и в какой-то момент я подумала, фу, от кого так пахнет? Ну, там у меня клиенты были. Думаю, от кого так пахнет, от кого так пахнет? И потом я поняла, что это реально пахнет от меня. Он раскрылся совершенно по-другому. Он раскрылся очень колючо. Он раскрылся гиацинтово. Почему-то гиацинт я не очень люблю в парфюмерии. И вот здесь получился какой-то реальный, колючий, враждебный для меня гиацинт. Поэтому вот нюдоцеллофан для меня не пошел. Видимо, я его или кому-то подарю, или продам. Ну, наверное, продам. Или подарю. Неважно. Короче, я, если кому-то понравится, моим знакомым, конечно, you're welcome. Ну, вот для меня, не знаю, попробую носить еще, когда совсем-совсем будет жарко. Или, может быть, наоборот, когда холодно. Но пока мимо. Итак, следующий аромат, который у меня появился в этом году, это Michael Kors. Он у меня был когда-то давно, но я его купила сейчас снова. Это бело-цветочный, яркий, шлейфовый, насыщенный, не уступающий вообще не на долю секунды нишевым ароматом. Потрясающий. Когда-то давно он у меня был, но я не смогла его носить в силу его именно вот такой мощи. Но сейчас это то, что нужно. Сейчас это то, что нужно. Цена у него невысокая. Ну, если сравнивать, да, с нишевыми ароматами, с люксом, это вот где-то между. Обалденный. Обалденный Michael Kors. Называется он Michael. Попробуйте. Попробуйте, если вдруг не знакомы, попробуйте, поносите. Может быть, понравится. Дальше я познакомилась с ароматами реплика в этом году от дома Maison Martin Margiela. Это один из моих самых любимых дизайнеров одежды. И вот он делает ароматы тоже. Вот это ароматная линейка. У него Eau de Toilette. Все в туалетной воде. И все ароматы несут в себе какой-то слоган. Вот у меня аромат Lazy Sunday Morning. Ленивое субботно-воскресное утро. Воскресное утро. Для меня это не то, что прям ленивое воскресное утро. Он каждодневный. Он каждодневный, не только в воскресенье, не только утром, не только когда ты ленивый. Аромат реально на каждый день. Хоть в офис, хоть на прогулку, хоть на утренник с ребенком. Да куда угодно. Очень такой повседневный, очень носибельный, мускусный. Чем он меня зацепил? В начальных нотах я слышу тут очень красивый ландыш. Я люблю в парфюмерии ландыш. Но он быстро потом проходит. Но аромат хорош. Аромат хорош, знаете, вот когда вот хочется немножечко отдохнуть от чего-то такого тяжелого, от каких-то насыщенных ароматов, то вот этот прекрасный представитель для отдыха вам, вашему мозгу, вашему носу, всему. Так, и дальше давайте я перейду к парфюмерному дому, который меня тоже потряс в этом году. В этом году я наконец-то с ним познакомилась. Это дом Насамат. Насамата я видела раньше только на картинках, только в инстаграмах и так далее, в обзорах каких-то. Первый аромат, который я себе заказала вслепую, был наркотик Винос. И на тот момент мне очень хотелось что-то такое, вот именно тубероза, жасмин, лилия, белоцветочная, кричащая, на грани индольности. Вот этот такой аромат и есть. Насыщенный, густой, сладкий, животный, белоцветочный. Ой, ну я его обожаю. Посмотрите, у меня уже вот столько. Это 30 мл чистого парфюма-экстракта. Классный, классный. Но вот хотела вам показать еще раз, если вдруг вы не помните из других видео. Вот это они два брата-близнеца по совершенно разным ценам. Поэтому, если будет время, сравните. Прекрасно, прекрасно полюбился мне. Следующий аромат, который у меня появился от Насамата, это Бараонда. Я ее уже купила себе сама. Сейчас это моя любимица. У меня постоянно меняются фавориты. Вот сейчас это моя любимица у Насамата. Это алкогольный аромат густого, красивого, дорогого виски. И, не знаю, каких-то сладостей, каких-то прекрасностей. Аромат реальный, аромат красивый. Аромат очень подходит для вечеринки. Если вы куда-то идете, если вам нужно поднять себе настроение даже дома, знаете, вы сидите, вам тоскливо, вам уныло. И сразу, хоп! И сразу все супер. Вот он для меня такой, он поднимает реально настроение. И еще один представитель от Насамата, это China White. Я шла покупать China White, но купила Бараонду. И потом уже China White мне подарил мой муж на день рождения. И этот аромат самый сложный пока для меня. Он странный, он немножко химический. Химозный еще говорят, но мне не нравится. Химический. Пахнет чем-то медицинским. И в то же время смешанным с пудрой. С пудровыми нотами. Знаете, вот такая пудра ретро, винтажная пудра, которая уже миллион лет лежала в каком-нибудь редикюле у какой-нибудь бабушки. И вот вы ее достали, и там какие-то, может, таблетки лежали. Все это перемешалось. Вот он такой странный. В то же время он притягательный. Вот прям хочется его вдыхать, нюхать. Ну и носить на себе. Один пшик, и просто вы вообще заполните собой все пространство. Очень насыщенный аромат. Классно. Мне нравится он, но пока не определилась, когда его носить, при каких обстоятельствах, скажем так. Вот открытием был Носомат для меня. Также для меня было открытием, я нашла вот такой набор, Шанель. Набор чистых парфюмов. И я поняла, что да, это совершенно разное звучание. Eau de toilette, Eau de parfum и чистый парфюм. Чистый парфюм – это близко к коже сидит, но тем не менее это настолько ярко, настолько мощно. Именно в чистом парфюме вы можете определить всю степень красоты в произведении Шанель. Здесь у меня Coco, здесь у меня Coco Mademoiselle номер 19, Allure и Шанель номер 5. Вот из всех них Allure, конечно, самый такой прекрасный. Именно в парфюме мне понравилось раскрытие. Так что вот повезло в этом году познакомиться с чистыми парфюмами. Также невероятное везение. У меня появилось два аромата. Это уже такой ретро-винтаж, который сейчас невозможно найти. Gucci Envy в туалетной воде и Gucci Envy в парфюмированной воде. Вот такие два аромата. Если кто-то их помнит, то, наверное, поймет мой восторг. Потому что они невероятно хороши, невероятно красивы, сочные, яркие, немножко такие колючие, острые. Ой, колючие, острые, бело-цветочные, травные. Ой, бесподобные. Бесподобные ароматы. Вот появились у меня в этом году. Я прям в счастье. Я на седьмом небе. Дальше. Перейдем дальше. Две представители, два представителя от Chanel Exclusive. Chanel Exclusive на линейка. Подруга мне передала. Спасибо ей большое. Вот такие вот два флакона. Gordania и Missy. Gordania. Это была моя давняя-давняя хотелка. Хотелка. Давняя моя страсть. Я хотела этот аромат очень давно уже. Ну, что-то как-то... Потом я ей написала. И она говорит, не надо, не надо, не покупай, я тебе пришлю с мамой. И прислала. Медовая Gordania. Вот она медовая. Она тягучая. Она такая сливочная, обволакивающая, нежная. Но в то же время, если ветер поменялся, например, вы где-то находитесь в тепле и потом перешли куда-то, где, может быть, кондиционер работает или... Ну, наоборот, просто в другом климате, более холодном, она раскрывается реальной туберозой, такой хищной, с когтями, громкой. Я люблю такие туберозы, но предупреждаю. Вот этот аромат – это хамелеон. От нежности до вообще какой-то вот просто хищности. Миссия. Миссия не была в моем виш-листе, скажем так. А первые ноты, вот когда только-только я ее нанесла, она мне очень понравилась. Она раскрылась, знаете, такой фруктовой пудрой. Ну, естественно, здесь пудровые ноты, здесь ирис. Но мне понравилось, что много фруктов в начале, на старте. Но потом все ушло как бы в обычную пудровую базу. Но не знаю, не хочу сказать, что прям вот мне она совершенно не понравилась. Ну и как бы поклонницей пока я не стала. Я с большим удовольствием нашу горденью. Ну вот миссия как-то… Если бы вот эти начальные, яркие, такие вот, знаете, сочные, даже какие-то немножечко освежающие, охлаждающие моменты, они были бы дальше, то, наверное, она мне понравилась больше. Но вот как-то в базе, не знаю, отошла я. Я, видимо, уже отошла от пудровых ароматов, но всему свое время. У меня появился рифгош. У меня появился рифгош. Это подарок от Лизы, моей зрительницы, моей подписчицы. Лиза, еще раз тебе спасибо большое. И это, я так понимаю, рифгош еще до переформулировки. Потому что сейчас он уже выходит переформулированный, и поменялись там ингредиенты. Сейчас уже не то. Это, ну это, это просто, знаете, это шедевр. На мой взгляд, это шедевр. Аромат старой школы, аромат альдегидный, аромат холодный, аромат мыльный, аромат насыщенный в то же время. И его нельзя назвать свежим, несмотря вот на его альдегидность и мыльность такую. Он, знаете, он чем-то даже, вот сейчас я его вдыхаю, мне напомнил вот этот аромат. Назомата, не знаю. Есть в нем какая-то такая пудровость, но ретро-пудровость. И пудровость такая, как будто бы не из нашего мира. Такая вот, которую вы не можете раскусить. Ну, пудровость вы можете, конечно, раскусить. Но это, безусловно, вообще шедевр, который хочется познавать. Вот, то есть я в нем ходила два раза. В нем ходить сложно. Он может сесть, ну как бы, он может неправильно, как бы, на вас раскрыться. И вплоть до какой-то, до какого-то неприязни. Но, тем не менее, это, это потрясающе что-то. Так. Дальше аромат Линтердит от Джованши. Я уже о нем говорила. Прекрасная новинка этого года. Хороший представитель люкса. Не буду я, наверное, себе заказывать большой флакон. Вот 10 мл мне пока очень даже хватит. Я показывала его уже, вам не буду показывать. Ну ладно, покажу. 10 мл реально хватает, чтобы понять, нужен тебе этот аромат или нет. Вот такой вот он, лапочка. Он тоже, я считаю, довольно-таки повседневный, легко носибельный, приятный. Очень приятный. Так, дальше Лиза тоже передала мне пробник зачарованного леса от Vagabond Prince. Vagabond Prince. Вот такой вот пробник. Я давно хотела попробовать, познакомиться с этой вообще маркой, но не было у меня возможности. Как потом я уже прочитала и в комментариях, и сама прочитала. Основатели этого парфюмерного дома также основали русскую фрагрантику. Это, конечно, вообще, ребята, большой респект, молодцы. Классный. Аромат, безусловно, притягательный. Аромат о российских лесах, о сказочном именно лесе. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Вы знаете, это вот об этом. Он реально аромат сказка. Аромат сказка, аромат, уносящий меня в детство. У меня была у бабушки такая фарфоровая статуэтка, серый волк, Иван Царевич. И вот он несет свою девушку-любовь на этом сером волке. Я вот помню, так разглядывала. И вот этот аромат мне напоминает о этой статуэтке из моего детства. Что же, все. На этом, наверное, все. Все вот мои новинки, все мои новые ароматы. Хотя нет. Вот еще аромат Элизабет Орден Пятая Веню. Он для Нью-Йорк. Мне его привезла мама. Ей посоветовали, сказали, что аромат классный. Ну, не знаю. Это вот не та Пятая Веню, которая была когда-то, давно классическая Пятая Веню. Это, конечно, классик. Это, я помню, был такой шок у всех. Всем она очень нравилась. Даже до сих пор, если найти хорошую винтажную версию Пятая Веню, он вам, если вы любите такое направление, он вам понравится. Это, конечно, совершенно все другое. Не буду говорить ни хорошо, ни плохо. Красивая в начале черная смородина. Но потом все уходит в какую-то невнятную историю. Нечего мне больше про него пока сказать. Потом, может быть, разношу еще раз, еще поговорим. Вот такие у меня были новинки этого года. Также в этом году я избавилась от каких-то ароматов. Какие-то продала, какие-то подарила, обменяла. Потому что, ну, решила, ну, что это лежит. Ну, зачем это лежать, если человеку это может радовать. Какие-то там ароматы. Избавилась от манталей. Потому что манталь – это уже все. Это, по-моему, уже все. Ну, для меня история с манталь окончилась. Остался у меня только чоколад гриди. Потому что это такой для меня, ну, как якорь, что ли, такой манталевский. Один из самых ярких ароматов. И очень нравится моему сыну. Вот с манталями в этом году я закончила. А с какими бы ароматами я бы хотела познакомиться ближе в следующем году, 2019? Must have, самый такой вот желанный к знакомству, к обладанию – это парфюмерный дом Ducita. Ducita, если кто знает, кто знаком, пишите. Я прям вообще вожделею хочу, но не знаю, где его взять. В Австралии он не представлен. Марка Mema, она представлена. Я к нему не раз подходила, не знаю. Ну, как бы, ну, для меня это не было каким-то таким вау, знаете, эффект. Следующий – Амуажи. Амуажи. Многие спрашивают, Оля, когда же ты уже начнешь там про Амуажи? Начну. Да, давайте я в следующем году все-таки буду знакомиться с брендом Амуаж более близко, более как-то основательно, потому что пока все вот мои подходы к нему не увенчались каким-то таким успехом. Вот этот, что касается Амуажей, то же самое могу сказать о бренде Killian. Не знаю, тоже как-то он мимо меня проходит. Я очень люблю, хотела бы познакомиться ближе с парфюмерным домом Роберто Пеге. У нас здесь представлены не все ароматы, поэтому, к сожалению, тоже жаль, что не могу познакомиться вот прям в полной мере, обонять. Хотела бы обонять новый аромат от Носомата, Нуди Флорум, но его тоже еще не привезли. В общем, все такое, знаете, много чего хотелось. Конечно, бренд Тициана Терренции, знаете, все бесподобные эти флаконы, всегда встречаю в просторах Инстаграма, фото красивые. Тоже нет возможности у меня с ним познакомиться пока. Ну, поживем-увидим. Надеюсь, со всеми этими парфюмерными домами состоится все-таки мое знакомство. И на этом все. На этом все. Я поздравляю вас с наступающим. Ну, чтобы всех все было просто самым-самым-самым вот... Самого наилучшего, короче, я вам желаю. Новым в 2019 году. Все. Что-то я уже заболталась. Давайте. Все. Чао-какао. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.